Здравствуйте, сегодня у меня, видимо, день видеозаписи, и этот режим у меня специально для ютуба, я надеюсь, у меня хватит заряда батареи и, соответственно, времени успею всё записать. Всё-таки я решила сделать обзор письма от Кати Гридневой, привет тебе и большое спасибо вообще за возможность общаться, ну и так, всё-таки прикольно, так это. Короче говоря, за обезьянку тоже очень большое спасибо, письмо пришло на самом деле уже практически месяц назад, но у меня всё не было времени, то деревня, то Беларусь, и вот, наконец-то я всё-таки взяла себя сегодня за жабры. До почты я, конечно, не осилила дойти, из-за дикой жары у нас в теньке днём плюс 35, и когда я пошла за мороженкой и уже дошла до дома на обратном пути, поняла, что куда-то я забыла зайти. Ну, я думаю, что понедельник у меня удастся как раз с готовым письмом уже пойду на почту и, соответственно, куплю конвертик и отправлю. В общем, у нас тут с ней обмен рисунками случился, вот она мне такую девочку такую прислала, с любовью рисовала давно, ну, обезьянка в самом письме, там как бы личная переписка, считаю, что это всё-таки обезьянка будет лично мне, никто не увидит. И вот такая шикарная открытка, довольно интересная. Потому что я посылала Кате, как раз тоже открытки у меня есть такие, причём времён Советского Союза, такая огромная пачка, я года два назад с подружками, с кем общалась, там, с своей знакомой бабушкой, ну, как, тоже подруга, считайте, лет на 50 она меня, ну, или на 40 чем-то она меня старше, и мы с ней общаемся, переписываемся, когда она вне деревни летом, а именно с сентября, там, допустим, по май, в Москве, то мы переписываемся бумажными письмами, соответственно, она посылала мне какие-то такие открытки, и я посылала ей свои же вот эти, в основном она мне их подарила, открытки такие, там, коллекция такая, от Советского Союза, некоторые открытки года ещё, до моего рождения ещё. Ну и, в общем, вот такая очень классная открыточка, интересная. И, соответственно, у нас получилось так, что Лёля посылает, там, вообще было три рисунка, какой-нибудь на выбор, которые Кате понравились, но я вчера искала-искала, и один из них, я даже не помню, какого формата вообще, я думала, что он с альбомный лист, не нашла, я не знаю, куда сунула, вообще, где он есть, и вот, я вообще не помню, что это, я не помню даже, когда я отрисовала карандашом обычный альбомный листик, тоненький, даже не написано ничего, насколько мне известно, это был типа шарик, что я тогда читала, тоже я не помню, да, разрешаю плеваться и кидаться там, и, опять же, в монитор, только не забудьте, что монитор ваш, и, возможно, вы его пораните, и он перестанет работать, или кидаться в телефон, телефон тоже может перестать работать. Тут, соответственно, лиск крыло, как я помню, у этого дракона, но что это такое, в общем, каждый видит своих тараканов, вообще, я вижу здесь мозг, на самом деле, я не помню, что я рисовала. Ну и второе, это морда лица, вообще портреты называем мордами лица, морда лица одного мальчика, с которым мы когда-то давно общались, в 2007 году, из Казахстана мальчик, мальчика звали Стас, сейчас это уже такой взрослый дядя, я так подозреваю, и мальчик, ну, взрослый парень, хорошо, и мальчик уже не такой точненький и стройненький, как тогда был, кажется, он там уже раза в два больше стал, и, возможно, даже женился, но я, честно сказать, просто с ним уже больше не общаюсь, хотя он у меня вроде висит, или в друзьях, или в подписке, честно сказать, даже не представляю, может, уже и не висит. Кажется, его стваль Стас Баёв, и вот у него была там такая фотка в фотке, ну и вот это вот, правда, он был слегка в своё время служен, но тут, я думаю, это не особая роль играет, и здесь действительно есть, правда, подписано нечто, 9 ноября 2007 года сделанное, и моя подпись. И, в общем, это в понедельник, очень надеюсь, отправится Катя, соответственно, вот в таком фалике, ну и плюс ещё будет письмо. Ну, в общем, если вам было интересно это видео, ну, может быть, всем-то было интересно, то я очень рада, ну и вообще всем дарю хорошую положительную энергию и свежего ветерка, а то его днём очень не хватало. Я сегодня сидела вообще даже с мокрым полотенцем на плечах, вот в этом платье, потому что дико было жарко, и редактировала текст одного товарища. В общем, если вам было интересно, полезно и тому подобное, то я очень рада, если вы досмотрели до конца, то я рада вдвойне, и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok